Все то, что помогает нам войти в присутствие Божие, все то, что помогает нам сконцентрироваться на общении с Богом. Давайте со мной, братья и сестры, у кого есть Библия, откроем сейчас, будем читать несколько стихов из двух псалмов. Первый псалом, это псалом 26, а второй псалом 56, 26 и 56 псалом. Они разные немножко по своему содержанию, но автор у них один и тот же Давид. Всем нам знакомый псалом. Итак, 26 псалом, первые три стиха, псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшится? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Господь, тире, свет мой. Тире, это значит это. Он является для меня моим светом. Итак, первый вопрос, который задает Давид самому себе. Это не просто вопрос общий, не просто, как мы говорим, это вопрос взаголи. Задает лично вопрос самому себе. Хочу, братья и сестры, чтобы вы задали этот вопрос сегодня себе. Лично себе. А я задам этот вопрос себе. Господь, свет мой и спасение мое. Сначала идет исповедание веры Давида. Это то, что он исповедует. Это то, что Давид пережил в своей жизни. Это то, что стало опытом его жизни. Это то, когда Давид прошел какие-то определенные обстоятельства, и он делает такой вывод по отношению к нашему Господу. Сразу хочу сказать, братья и сестры, что вот то слово, которое у меня на сердце сегодня, может быть, оно будет особенно направлено для тех людей, которые проходят сегодня трудности, или прошли трудности. которые проходят скорби, которые проходят болезни различного рода, которые проходят или прошли разлуку, которые испытывают, ну, много, скажем так, непонимания. У них тоже очень много вопросов. Может быть, в основном сегодня это слово к таким людям. «Господь, свет мой и спасение мое». Дальше Давид говорит так, кого не просто, а кого мне, кого лично мне сегодня бояться. Почему в моем сердце, другими словами, еще находится страх? Страх, который, как мы знаем все уже верующие люди, страх, который, ну, он не помогает нашей вере. Он, наоборот, в какой-то степени ее разрушает, он делает ее слабее. Страх. Кого мне бояться? И он говорит, Господи, Ты являешься моим светом. Ты просвещаешь мой путь, Ты просвещаешь мой разум. Когда Господь является нашим светом, это значит то, что мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Мы знаем, как правильно, как правильно на основании Его слова реагировать на ту или иную ситуацию, которая происходит в нашей жизни. Мы знаем, как правильно встречать трудности и скорби проходить, которые постигают нас. Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Опять-таки, кого мне страшиться? Такая простая, банальная тема, которая была тогда у Давида. Почему мы сегодня, братья и сестры, очень часто вообще обращаемся к этим псалмам, псалмам Давида? Потому что, одна из причин, наверное, потому, что Давид, в общем-то, когда читаешь его псалмы, когда читаешь то, что он проходил, его молитвы, как он открывает перед Богом свое сердце, как он изливает перед Богом свою душу, как он плачет, как он радуется, как он поет, то мы можем себя более и более отождествлять с этим человеком, потому что этот человек, он что-то в своей жизни увидел. И даже не просто что-то, он много увидел. Он боролся со львами, ему Бог очень много помогал, выходил навстречу, боролся с различными животными другими, боролся, как сегодня брат говорил, с тем человеком, которого невозможно было по-человечески преодолеть. Он тоже с ним боролся во имя Господа. Мы читаем Давида, потому что его переживания очень близки к нашим переживаниям. И здесь он говорит, кого мне страшиться. Когда разговариваешь с людьми, вот особенно в ходе тех событий, на пороге тех событий, которых мы сегодня все с вами стоим, а события такие, ну люди, у многих людей сердца переполнены страхом. Кто-то боится за бензин, цены вырастут, вот уже 7 долларов, он будет 10, 12, 15, никто не знает. Кто-то боится, что инфляция произойдет. Кто-то смотрит очень много телевизор, и смотрит новости, различные новости, американские, русские, украинские, белорусские. И вот это все, оно вызывает страх. А кто-то боится, может быть, кто-то лично что-то в своей жизни проходит, или проходил. Кто-то встретился с болезнями, кто-то встретился с разлукой, кто-то встретился со смертью, кто-то встретился со скорбью, и он борется до сих пор. Кто-то ищет получить ответ от Бога, и он тоже боится. Это естественная реакция человека, когда, ну, человек боится, когда страх возникает в его сердце. Помните, когда-то приходил один из отцов, который принес, боролся о своем сыне, он очень молился, помогал ему, чтобы этот сын, ну, не попал ни в какую беду, он бросался и на землю бросался, дух его бросал, и в вагоне, и в воду для того, чтобы погубить. Это случай из Евангелия. И этот отец, он очень много боролся за него. И Христос, когда встретился с ним, он говорит, если можно, хоть сколько-нибудь веруй, то веруй. Он говорит, Господи, я верю, но помоги моему неверию. Оказывается, в моем сердце есть вера, но иногда, а в данный момент, наступила или нахлынула волна неверия. И как раз вот эта волна, сколько бы веры у меня ни было, еще одна волна, и вся моя вера будет смыта совершенно в дребезги. У меня всякая вера исчезнет. Помоги, Господь, сейчас моему неверию. Помоги и выйди мне навстречу. Давид говорит, исповедание веры. Господь, свет мой и спасение мое. Братья и сестры, сегодня хотел бы, чтобы мы, это уже не вопрос, первый вопрос, который мы зададим, кого мне бояться, а второй вопрос, каким сегодня может быть исповедание нашей веры. Что мы сегодня можем сказать о Боге? Я говорю о нас, верующих, которые уже, ну, идем за Богом, может быть, год, пять, десять, двадцать, сорок лет. Какое сегодня может быть исповедание нашей веры? Каким мы можем сегодня, ну, нарисовать или описать Бога лично для каждого из нас? Исповедание – это, ну, это наше мировоззрение, это то, каким мы увидели Бога, каким мы Его пережили, не просто кто-то пережил, не просто где-то мы о Нем слышали, а каким мы лично Его увидели. Потому что здесь Давид говорит, Господь – это свет чей? Мой. Господь – это спасение чьё? Он многих исцелял, Господь, и многим просвещал, и многих Он спасал, но я пережил, переживаю, не один раз переживал, что Господь является теперь моим спасением. Какое исповедание, братья и сестры? Каким мы видим сегодня Бога? Что мы можем сегодня сказать о Нем? Что мы можем сказать на те обстоятельства, которые, может быть, окружают нас, на которых у нас нет ответа? Каким мы можем описать Бога? Или Он не отвечающий, или Он молчащий, или Он задерживающий, или, может, Он не слушающий наши молитвы? Когда-то, помните, Ио, его постигли очень много скорбей, очень много трудностей. Вы знаете это всё. Он потерял имение, потом потерял друзей, потом здоровье потерял. И вот было два исповедания, два человека, помните, Ио и его жена. Два исповедания веры. Когда Ио говорил, что, посмотрел на свои трудности и сказал, что Господь взял, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Исповедание его жены было немножко совершенно другое. Она говорила, Ио, я уже так своими словами, сколько ты можешь страдать? Похули Бога и умри. Бог, ну, каким она его представляла, вот таким, каким она его представляла, потому что от избытка сердца говорят уста. Похули Бога. Уже смысла в твоей жизни никакой нет. Бог не ответит тебе. Бог, ну, Иоанн говорит ей, неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а злого не будем? А бы злого не будем. И дальше написано так, что во всём этом Иов не согрешил устами своими. На одно и то же событие, братья и сёстры, два разных исповедания. Один человек и муж смотрит так, на то, что делает Бог, жена смотрит немножко по-другому. В чём разница? Может быть, то слово, оно не совсем было растворено верой. Как Иов растворил исповедание веры, он сказал, как это же исповедание, мы уже услышали, как реагирует на это его жена. Дальше давайте, братья и сёстры, ещё откроем и прочитаем 56-й псалом. Давайте весь его прочтём. 56-й, он небольшой, 12 стихов. Начальнику хора, не погуби, это тоже пишет Давид, тот же самый человек, автор этого псалма. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлёт с небес и спасёт меня, посрмит ищущего поглотить меня, пошлёт Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесён выше небес Божия и над всей землёй, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму и сами упали в неё. Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и славить, воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племён, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесён выше небес Божия и над всей землёй, да будет слава Твоя. Спасибо, брат Володя, Владимир поддерживает, это приятно, когда вы поддерживаете все, когда вы все участвуете, братья и сёстры. Над всей землёй, да будет слава Твоя. Не знаю, кто сейчас не следил за мной, может быть, вы не всё запомнили, то, о чём мы читали, но хочу обратиться к тем, кто обратил внимание и кто, может быть, нашёл себя или относит себя к категории тех людей, о которых написал Давид. Или относит себя к тому состоянию или к тому опыту, который переживал Давид тогда в тот момент. У него очередной раз возникли трудности, он скрывался от царя. И вот он заходит в пещеру, он укрывается, естественно, скрывается. Ну, по всей видимости, не хочет, чтобы его заметили. Вот. Ну, это естественная реакция, такая наша естественная человеческая реакция, братья и сёстры. Но хотел бы обратить внимание на то, что Давид говорит так. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И на самом деле, где же скрывается Давид, братья и сёстры? Второй стих, вторая половина этого стиха. И в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Оказывается, не просто пещера меня укрывает. Пещера – это хорошо. Это укромное место, это убежище своего рода для моего тела. Но пещера – это не то, на что я надеюсь. Я надеюсь, Господи, на Тебя. Я надеюсь на покров твоих крыл. Я надеюсь на защиту Твою, потому что Ты, Господь, Ты не только даёшь спасение, Ты не только выводишь из трудных обстоятельств, Ты не только кормишь, когда я голодный, Ты не только поднимаешь меня, когда я падаю, не только меня обеспечаешь, когда мне что-то нужно, а Ты сам, Господь, являешься для меня этим спасением. Ты сам являешься для меня, Господи, обеспечителем. Ты сам являешься для меня спасителем и избавителем. Ты убежище моё. И в тени крыл Твоих я укроюсь. В третьем стихе здесь говорится так. Воззову к Богу, Всевышнему Богу, благодетельствующему мне. Хорошо, Господь, хорошо, что Давид убежал в пещеру. Хорошо, что он укрылся в тени крыл Твоих. Когда-то приходилось общаться с людьми и люди вот в трудных обстоятельствах, когда особенные скорби проходят, когда проходит особое давление, когда, так и говорят, уже жизнь не хочется, жить уже не хочу. Они так и говорят, что хочется просто выйти где-то из дому, где-то вот в зимнее время, чтобы где-то замёрзнуть, чтобы меня вообще никто не видел. Просто я уже устал от борьбы. Мы, братья и сёстры, хочу сегодня напомнить всем нам. Это хорошо, когда мы уходим, ну, с одной стороны, от трудностей, но с другой стороны, очень важно в этот момент в трудностях прибегать к Богу. Прибегать к Богу, благодетельствующему мне. Прибегать к Богу, который может совершить для нас несравненно больше о том, чего мы просим или о чём помышляем. И здесь как раз Давид говорит о том, что трудности, или из этого псалма, уже вот буду подводить итог, из этого псалма мы видим дальше, давайте так, что в седьмом стихе, даже вот в пятом стихе, душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем. Душа его находилась среди львов, может быть, среди физических львов, раньше находилась, среди духовных львов. Сегодня Слово Божие говорит о том, что противник наш, дьявол, он ходит как кто? Как рыкающий лев, ища кого. Он не просто ходит, чтобы посмотреть, насколько вы красивые. Он ходит для того, чтобы погубить, чтобы разорвать, чтобы всё полностью растаскать на мелкие куски. Душа моя среди львов, но, Господи, я в этой ситуации обращаюсь к Тебе. И дальше он говорит в седьмом стихе, приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, вырыли яму предо мною, поставили сеть перед моими ногами. Они всё сделали для того, чтобы я вышел с этой пещеры, чтобы я вышел с убежища, чтобы я вышел из-под Твоего присутствия, чтобы я вышел, чтобы я разорвал общение с Тобой и просто посмотрел, а что же там находится. Всё готово для Тебя, Давид. Твоё единственное, что Тебе нужно, это выйти из-под присутствия Божия. Это выйти из-под того, чтобы соединиться с Богом. Выходи, здесь всё для Тебя мы приготовили. Сеть уже расставлена. Всё будет нормально. Дальше дело техники. И Давид дальше говорит, готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и славить. В украинском переводе говорится так, что смеснилось сердце мое. В английский перевод говорит так, что моё сердце укрепилось, моё сердце стало твёрже. И здесь, если так вот своими словами просто сделать такой краткий обзор вот этого псалма, 56-го псалма, то, что мы прочитали, если сказать вот одним предложением. Господи, сейчас пришли скорби и трудности в мою жизнь. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, как правильно реагировать. И даже я дошёл до того, Господь, что душа моя, она поникла. Я не могу, может быть, молиться. Я не вижу ответа от Тебя. Моё сердце переполняет очень много страхов. Моё сердце иногда вкрадывается неверие. Но, Господь, я сейчас скрываюсь в тени Твоих крыл. Я сейчас скрываюсь не просто в убежище, не просто в пещере. Я скрываюсь Тебе. Я понимаю, Господи, что трудности, скорби, переживания и всё то, что я прохожу сейчас, оно будет. Оно будет. Потому что Слово Божие говорит так, что многими скорбями надлежит нам войти куда? В Царство Божие, в Царство Небесное. Оно будет. Но помните, кто из вас ещё не забыл, из нас не забыл, первый стих говорит так, что Псалом Давида, и дальше есть там такие слова, не погуби. Помните, там записаны такие слова? Особенно, кто читал, кто следил вместе со мной. Не погуби, это значит, английский перевод говорит так, do not destroy. Не погуби, не разрушь. Destroy – это не разрушь. Пусть не разрушится. Господь, невзирая на всё то, что я сейчас прохожу, невзирая на болезни, не знаю, братья и сёстры, что вы проходите. Кто-то, может быть, прошёл, кто-то надеется на выздоровление, кто-то надеется на то, что Бог явит свою исцеляющую руку, а кто-то уже прошёл долину смертной тени. Господь, ни в коем случае не умоляю, не умоляю, ни в коем случае те трудности, братья и сёстры, которые мы все с вами проходим, кто в меньшей, кто в большей степени. Но Давид молился и говорил так, не погуби. Господь, пусть эти трудности, которые я прохожу или прошёл, и обстоятельства, в которых я оказался, непонимание, пусть они не разрушат меня, пусть они не погубят меня, пусть они не разрушат веру в Тебя. Готово сердце моё Божие. Я буду ещё петь и славить. Поэтому одна из причин, почему мы сегодня пришли на это место, это для того, чтобы приобщиться к телу и крови Иисуса Христа. Иисус Христос, Он намного больше нас понимает, чем, ну, если бы Давид сейчас жил бы, намного больше бы понимает, чем Давид. Давид, несмотря на то, что Давид очень много трудностей прошёл в своей жизни. Слово Божие говорит о так, что мы имеем священника, который может сострадать нам в немощах наших, потому что Он был искушён во всём, во всём. Он очень много прошёл. Он прошёл больше трудностей и испытаний, чем каждый из нас, Иисус Христос. И был искушён во всём, кроме греха. Он никогда не согрешал. Поэтому слава Богу за то, что мы имеем такого первосвященника перед Отцом Небесным. И зная вот эти слова, Слово Божие говорит о том, что да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, с дерзновением, краплением очистившей сердца нашей отпорочной совести. Часто бывает так, люди настолько переполнены страхом, люди часто не могут даже простить самих себя. Вот бывает иногда, разговаривая с человеком, и человек говорит так, что, ну, я нарушил, я нарушил волю Божию. Ну вот, и когда спрашивают, что, что произошло, он объясняет, что произошло. Хорошо, а вы или ты, ты просил за это прощение? Да, просил. Ну вот просил. И несколько раз вот так вот, ты просил? Да, просил. И всё равно человек не может простить себя. Братья и сёстры, хочу напомнить, что Бог, Он прощает. Если нужно простить себя, простите, пожалуйста, себя. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Благослови, братья и сёстры, всех нас, Господь. Пусть Ему будет слава. Аминь. Мы будем молиться. Давайте сейчас помолимся и попросим, чтобы Господь помог всем нам. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Спаситель. Благодарим Тебя за то, что Ты наш Свет. Свет, который пришёл во тьму. Во тьму нашей жизни когда-то. Во тьму наших обстоятельств, наших вопросов, непониманий. В ту тьму, когда мы не знали, не знаем, куда идти. Господь, Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в мир Твоим Божественным Светом, потому что Ты Сам являешься этим Светом. Господь, мы благодарим Тебя сердечно. Сегодня Твое Слово говорит о том, чтобы мы искали Твоего лица, не только Твоей руки благодеющей, не только Твоей руки, которая обеспечивает нас и даёт нам всё необходимое для жизни и благочестия, но чтобы мы искали общение с Тобой, Господь, чтобы когда мы приходим в Твое присутствие, наши лица, они были открыты. Как когда-то говорит Твое Святое Слово, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Когда мы общаемся с Тобой, мы подходим к этому зеркалу. Мы открываем, Господи, сейчас перед Тобой свои лица. Открываем перед Тобой своё сердце. Вся наша внутренность, она обнажена перед Тобой. Нет тварей сокровенной от Тебя, Господь. Тебе мы дадим отчёт. И цель только одна, Господь, чтобы соединиться с Тобой, чтобы, Господи, укрепиться от Тебя, чтобы получить от Тебя Твое божественное утешение, чтобы быть одним духом с Тобой. Помоги нам, Господь, на этом месте. Укрепи, Господи, нас. Благослови каждого из нас, особенно тех братьев наших и сестёр, которые по-особенному нуждаются в Тебе. Прими за всё славу и хвалу, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.